Деревянные полы, старая мебель, облупившаяся краска на стенах и многое другое. Такой школу номер 5 запомнили ученики и учителя. Здание постройки 1964 года. Капитального ремонта в нем не было ни разу. Однако совсем скоро храм знаний преобразится до неузнаваемости. В рамках федеральной программы модернизации системы школьного образования мы участвуем в подпрограмме капитальный ремонт школьного здания. Капитальный ремонт начат с марта 2022 года. Выделено федеральных бюджетных средств более 91 миллиона рублей. В рамках данной программы подразумевается общая строительная работа 14 видов. В частности, это ремонт кровли, системы отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, ремонт санузлов, укладка керамической плитки, замена лестничных маршей, полов и многое-многое другое. Работы предстоит много. Однако подрядчик заданные сроки выдерживает. На данный момент строительные работы в школе завершены на 75%. На следующей неделе к делу приступят маляры. Начнется установка дверей, подоконников и оконных откосов. Выбор дизайна школы – важный этап ремонта. К нему подходит ответственно. Раз в неделю стройку навещает родительский комитет. Они следят за качеством выполнения ремонта и высказывают свои предпочтения. Главный вопрос – выбор фасада школы. Среди множества вариантов решением большинства была выбрана бело-сине-оранжевая цветовая гамма. Дизайн также в внутренней отделке нам все присылали тоже. Мы с родителями обсуждали. Горячо иногда обсуждали, потому что некоторым одно нравится, некоторым другое нравится. Цвета интересные нам предлагались. Но все-таки выбрали такие пастельные, такие современные, чтобы детям тоже нравилось все. Ремонт ремонтом, а уроки должны быть по расписанию. После весенних каникул школьники и учителя в полном составе временно переехали в другие школы пролетарского района. Ученики с первого по пятый класса разместились в школе номер один, средней и старшее звено в десятой школе. Мы занимались точно так же, как в своей школе. Единственное, что пришлось заниматься во вторую смену многим ученикам, кроме выпускных классов. Вот выпускные классы, девятые, десятые, одиннадцатые, первоклассники, конечно же, они занимались в первую смену. У нас ни один учитель не ушел за этот период. Мы все стойко ждем прихода, возврата нашего в нашу школу и все готовы, все в таком боевом настроении. Сами ученики обещают, что в обновленном храме знаний учиться будут только на пятерке. И признаются, многое в школе пора было поменять. Парты, стулья, доски, футбольную площадку, крыльцо новое, забор, много всего еще. Весь необходимый строительный материал закуплен, рабочие трудятся на совесть. А это значит, что 1 сентября школьники и учителя вернутся в новую, современную школу. Ирина Суконкина, Станислав Семен, Народные новости. Продолжение следует...